Привет, привет, Вова и Рита. Мы действительно находимся в гостях у Любови Соболь. Доброе утро. Да, и с нами еще Мира рядом, да? Знакомьтесь у нас. Мира, скажи, доброе утро. Доброе утро. Ну, я не знаю, слышно было в петличку или нет. Да, мы ворвались прям к вам очень рано с утра. Вы обычно намного позже начинаете с водой. Нет, не намного позже, конечно, но все равно с утра хочется покормить ребенка, какие-то личными делами заняться. Ну вот, а встречают нас теперь? Теперь нас не выгнать. Хорошо. Мы вас в эфире в нашем всегда представляем последние месяцы, последнее время, как юриста и политика. Представляете вас как юриста фонда борьбы с коррупцией. Решение о том, что фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистской организацией, в деятельность запрещена на территории России, как раз накануне вступила в силу. Мы не можем, да, потому что деятельность организации приостановлена. Как вы себя сами вообще сейчас... Вы говорите, иногенты, экстремисты, вот это все по списку. Да, еще фонд борьбы с коррупцией, иногенты. Как вы себя сейчас сами вообще идентифицируете, когда вот структура, в которой вы столько времени работали, по сути, ну, сейчас разрушена? Ну, конечно, я себя никаким экстремистом никогда не считала и считать не буду, потому что я очень хорошо понимаю, что и я, и все мои бывшие коллеги, и Навальные, это люди, которые максимально законопослушно всегда себя вели. Если касательно наших организаций говорить, то они, естественно, всегда действовали по закону, все отчеты, все бумажки в налоговую, менюсты, куда угодно, всегда отправлялись вовремя, вся эта бюрократия всегда соблюдалась, все работало всегда, там, условно говоря, в белую, и ровно поэтому они и не предъявили никаких требований ни по налогу, ни по отчету менюста и так далее. Они просто сказали, мы что, вся ваша деятельность, неизвестно какая точно, да, вот просто вся ваша деятельность – экстремизм. Все. Поэтому часто, да, сейчас вот я говорила о СМИ и всегда обращала внимание на вопрос, что нету со стороны государства ответа на вопрос, самый главный ответ на вопрос, какая конкретно наша деятельность была экстремизмом. Нету. Как я понимаю, да, то есть я это из глаза не видела, но насколько я понимаю, там какие-то общие там перечисления всех административок, уголовок, которые накладывались в России, там и на сотрудников, там, бывших сотрудников фонда борьбы с коррупцией, и там на других людей, и на людей, которые никогда в жизни к фонду борьбы с коррупцией не относились, просто перечисление, перечисление, вот там за 10 лет, да, так адвокат называли это хроникой репрессий. У вас было там столько административных изысканий, столько уголовных и так далее, и вся-вся-вся ваша деятельность является экстремизмом. Но, извините, так не работает. Административное наказание уже понесено, штраф выплачен, сутки ареста отбыты, да, то есть если уголовный срок, то это отдельно нужно разбирательство. И дело и фраше, дело и киров лесу, санитарное дело, еще какие-то дела. То есть за это уже люди понесли наказание, с которым я не согласна, потому что дела сфабрикованы и являются политически мотивированы. Но при чем здесь экстремизм? Экстремизм нужно было отдельно доказывать. Ну да, тем не менее решение вступило уже в силу, А вот Мира тут с нами стояла, да, не так, она сейчас ушла к себе в комнату. Ну я просто не хочу, чтобы она слышала лишний раз. Она вообще в курсе об этом, об этом? Вы с ней говорите об этом? Я думаю, что объяснить, что такое экстремизм, и почему ее мама, которая максимально законопослушная, и переходит дорогу до седая только на зеленый свет, ну не всегда, да, но старается, там, при ребенке уж точно, является каким-то опасным преступником, которого таскают постоянно в суды, к которому домой приходят полицейские, которому надевают браслет на ногу, и прочее является экстремизмом, мне кажется, сложным. И вообще это понятие, конечно, то есть я считаю, что, конечно, нужно вычищать. Но она знает вообще о том, что есть какие-то уголовные дела, о том, что происходит. Она общую кону, конечно, понимает. Ну то есть ребенок видит, ну извините, при ней приходили с обыском на домой, рано утром ее будили, перед тем, как у нее должен был состояться утренник в школе. Поэтому, конечно, она понимает, что на маму оказывается давление, и вот нехорошие дяди в погонах пытаются каким-то образом маме сделать что-то плохое. При этом они делают это плохое, потому что мама борется против воров. Вот примерно такую конгу она понимает. Она вас не отговаривает продолжать бороться? Нет, я думаю, что мира мной восхищается и поддерживает меня ровно так же, как я восхищаюсь и поддерживаю ее. Я так понимаю, вы сейчас и все свои ролики для канала «Навальный лайф», да, в принципе, работаете из дома в основном, да, вот тут у вас стоит камера, я бы прошу оператора показать, да, все оборудование. Да, надо понять, что в целом сейчас вот это решение по экстремизму, по сути, это запрет на любую оффлайновскую политическую деятельность в России. По сути, это является запретом на то, чтобы у нас были офисы, у нас была студия, чтобы кто-то из, там, не знаю, в регионах мог раздавать какие-то листовки вегетационного характера перед выборами, например, листовку, там, приходить на какую-то акцию протеста или просто какую-то информационную листовку, все это может быть объявлено экстремизмом. Поэтому у нас невозможно, вот у студии, есть студия «Дождя», а студии «Канал «Навальный лайф» или студии «Канала Любовь Соболь» нету, потому что человек, который туда войдет, в этот офис, он может быть признан экстремистом и уехать на срок до шести лет лишения свободы. Это достаточно, то есть, вот не укладывается это в голове, да, к сожалению, не у всех людей есть эта стадия принятия, той новой реальности, в которой мы оказались из-за действия Кремля. Но по сути это так. Поэтому действительно, чтобы не подставлять никого под удар, я снимаю ролики сама. Вот у меня есть, что тут? Это все не подготовлено. Просто ко мне журналисты даже не ворвались и заставили мне рассказывать, в каких условиях я сейчас живу. Вот этот пультик от суфлера, соответственно, маленький суфлер в виде телефончика устанавливается сюда. Соответственно, пультиком ты себе там какой-то текст перематываешь. Это же тяжело. А это все так перематывается? Потом, ну, конечно, я снимаю это без оператора, потому что любой там оператор или кто-то, человек, который может сейчас ко мне прийти, это человек, который может получить до шести лет тюрьмы. Вот в таких условиях, то есть мы сейчас работаем. Поэтому мне нужно успокаивать, не знаю, кошку, которая в этот момент захочет там поесть, потому что квартира маленькая. Да, кошка к нам уже не приходила. Да, который еще захочет по мяукте. Мяук, это она часто, это бенгальская порода, они очень болтливые. Ну вот, соответственно, свет там и так далее. То есть я, естественно, все умею устанавливать, и там, сколько, за четыре года работы в видеопродакшне, я, конечно, понимаю какие-то вот эти тоже технические детали, поэтому свет сама... Ну, здесь сейчас все это в куче, соответственно, я просто это выставляю по определенным точкам, веленным местам, разматываю петличку, вешаю на себя петличку, промакиваю лицо, не знаю, чтобы все не блестело, посмотрелась на себя, села, поехала, записала. Все. И здесь, я так понимаю, у вас прям все на той же белой стене происходит, вы просто фоны потом меняете. Да, примерно так и происходит. А смонтируете тоже сейчас сами? Когда как? Хотела бы спросить про приговор, который вы на днях получили. По факту получается год ограничения свободы, потому что полгода, да, засчитали, который вы... который длилось следствие, и год вам запрещено выходить из дома в определенное время. О, кстати, сейчас секундочку так. Не... Не... Приговор. Приговор, который вот сейчас у меня под рукой лежит, потому что буквально сегодня, вот после вас, после всех включений, я в 14 часов должна буду явиться в уголовную инспекцию по другому делу, по Кудрявцеву, а сейчас это приговор, который вот мне свеже выдали по вот этому санитарному делу. Да, по нему у меня год ограничения свободы, потому что полгода засчитана домашнего ареста за предопределенных действий, и это достаточно такие... Ну, то есть, по сути говоря, это попытка посадить меня на короткий поводок, чтобы ты всегда была под контролем, чтобы вот из-за предела Москвы, Московской области, без согласия уголовной инспекции, ты не выезжала, чтобы все время приходила, отчитывалась. Там, один раз по делу по Кудрявцеву, отравителю Навального, три раза в инспекцию в месяц ездить по вот этому санитарному делу. То есть, четыре раза в месяц нужно ездить неудобно на Варшавское шоссе, отмечаться и так далее. Любая административка и так далее, все это может быть квалифицировано, как нарушение того же условного срока по Кудрявцеву. Вам и на митинги запрещено ходить? На митинги запрещено ходить, ночью покидать помещение запрещено и так далее. Продолжать вообще как политическую деятельность вот в условиях таких ограничений, потому что митинги тоже были важной частью вашей деятельности и деятельности команды Навального. Ну, я не знаю, в курсе вы или нет, но митинги уже у нас фактически достаточно давно на территории страны запрещены. В этом году все митинги квалифицируются как участие, ну, если не в экстремистской деятельности, то явно какое-то уголовное преступление, которое подмаскирует под какое-то санитарное дело, вовлечение совершеннолетних митингов и так далее. То есть, фактически сейчас запрещены политические акции протеста, хотя Конституция гарантирует, что люди могут собираться мирно и без оружия. Поэтому, в принципе, когда деятельность в целом затруднена, риски возросли многократно, и сейчас все меньше и меньше вот этого остается легального поля, когда человек может заниматься политикой в России. Какие-то возможности, да, все равно там я пытаюсь отвоевывать, не знаю, да, то есть вот они постоянно сужают-сужают этот круг, да, но, условно говоря, те же самые видео я записываю. Те, там, не знаю, там, каких-то еще действий, да, там, призывать к участию в голосовании, я себе сама позволяю и могу. Они, конечно, хотят, чтобы я это тоже не делала. Но я считаю, что я имею на это право, и, соответственно, я продолжаю этим заниматься. Любовь, вот что хотел у вас еще спросить. Мы уже оговаривались в эфире, деятельность ФБК полностью запретили, донаты все запретили всем сторонникам. Как сейчас существует команда Навального? Как вы, какие средства вы вообще продолжаете выпускать видео, хоть что-то, чтобы делать? Ну, как-то существует. Каким образом продолжать снимать видео, вы только что видели, что из квартиры, без оператора, я сама себе, не знаю, и оператор, и сама себе суфлерчик ручу, и сама себя подкрашиваю, и сама себе кадр выставляю, свет и так далее. Ну, то есть, в очень, достаточно тяжелых условиях. Но сторонники сейчас не могут вас никак финансировать? Сторонники могут сейчас поддерживать наши YouTube-каналы через кнопку «Спонсировать», через функцию на YouTube, потому что это безопасный способ поддержки. Финансовые наши команды, например, канал Навальный Лайф, можно зайти и под каждым видео увидеть эту кнопку «Спонсировать». Соответственно, эти данные даже не видим мы, кто конкретно спонсирует. То есть, это не видно даже из админки YouTube-канала. Эти данные передаются непосредственно в YouTube, поэтому я думаю, что это достаточно безопасный способ поддержки финансовой, потому что эти данные государство не может получить. Понятное дело, когда финансировался фонд борьбы с коррупцией, то все пожертвования, все это было видно со стороны государства, потому что, условно говоря, НКО существовало полностью в белую. Соответственно, все какие-то платежи и платежные данные, то это было видно государству. Сейчас, к сожалению, люди, которые хотят поддерживать нашу деятельность, конечно, мы не хотим ими рисковать, скажем так, и не хотим их данные давать государству. В том числе, когда я задумывался о том, как я буду вести вообще эту избирательную кампанию, потом они уже приняли закон, по которому по экстремизму людям отказывают участие в выборах. Но до этого я, конечно, тоже задумывалась, да вот и всех этих историй, когда еще не было понимания того, что будет окончательный запрет, я думала, что хотя бы подписи-то мне уже дадут собрать, и я их пособираю, а оказалось, что нет, не дадут даже подписи собрать. И тогда я тоже задумывался о том, что все люди, которые являются жертвователями избирательных кампаний, должны жертвовать деньги с указанием своих паспортных данных. Это тоже супернебезопасно, я тоже переживала за людей, которые могут так или иначе просто получить какие-то санкции, не знаю, в виде увольнения с работы или еще что-то, за то, что государство на них давить. Поэтому тяжело существует, конечно, и ровно власть это специально и сделала, для того, чтобы вынести нас в какое-то маргинальное поле, затруднить нам в деятельность, кого-то посадить на домашние аресты, как Кера Ярмыш, кому-то повесить браслет, кого-то посадить в тюрьму, как Алексея Навального и так далее, чтобы давить максимально разными способами на всех людей, которые борются за прекрасную Россию будущего. А доверие сторонников не упало после вот тех сливов баз, которые были, ну, тех людей, которые бастировались на свете свободы на войне? Я думаю, что нужно это спрашивать у самих сторонников. Поэтому я думаю, что доверие людей к нашей команде достаточно велико, и люди понимают, что с чем нам приходится сталкиваться и в каких условиях тяжелых мы на самом деле сейчас живем. Что ни одна команда видеопродакт, что не знаю, даже вот прекрасный телеканал «Дож», который я очень люблю, никогда в жизни не жили в тех условиях, в которых жила наша команда и продолжает жить. То есть, условно говоря, у нас нет студии, и студия, когда у нас она была, она просто под ноль выносилась силовиками на каждом обыске. Все штативы, камеры, там все, что плохо лежало, все, что не было прикручено намертво, все выносилось под ноль. Нам приходилось буквально с нуля восстанавливать студию канала «Навальный лайф», студию основного канала Алексея Навального и так далее. То есть, что касается, там, не знаю, там работы, да, административные аресты, штрафы, уголовное преследование, суды по гражданским делам, постоянные иски отпригожные и прочие, да, с таких условий не работал ни один политик в России. Ну вот, как раз, к слову и о «Навальный лайф» и о видео, на прошлой неделе мы видели, как сразу несколько десятков, да, команды Навального сайта были заблокированы, как вам пришло уведомление... заблокировать ваш канал, канал других сторонников Навального и в Твиттере, я так понимаю, ваш аккаунт хотят заблокировать. Какова вероятность, что это действительно случится? И если это случится, где вы будете действовать в публичном поле? Хороший ответ, нужно решать проблему по мере их поступления. Вероятность, наверное, какая-то есть. Я надеюсь, что, конечно, площадки не пойдут на выполнение этих незаконных требований со стороны Роскомнадзора, потому что Роскомнадзор не аргументирует свои требования ничем, потому что по закону они не могут требовать то, что они сейчас требуют. Условно говоря, можно признать каким-то... Вы думали, какой-то план действий в дальнейшем, если это случится? План действий, конечно, если Роскомнадзор удастся каким-то образом заставить площадки нас заблокировать, я не думаю, что Ютуб на это, условно говоря, пойдет. Я не думаю, потому что, условно говоря, я думаю, что площадки понимают прекрасно, что мы их требования никакие не нарушаем, мы не размещаем, условно говоря, какую-то детскую порнографию, сцены насилия, призывы к терроризму и так далее. То, что действительно является серьезным нарушением правил действия, условно говоря, деятельности на Ютуб, и то, что Ютуб, конечно, у себя всегда блокирует просто по инициативе этой площадки. Поэтому я думаю, что и не пойдет Ютуб на эти требования. Поэтому пока работаем. Все пока просто надеемся, что они не... Ну что мы, значит, надеемся, да? То есть, условно говоря, приходит там какая-то жалоба, мы стараемся ее там отбивать, да? То есть, есть внутренние инструменты Ютуба, когда пытаются какие-то жалобы, да? Ты можешь на них возразить, как автор контента, ты можешь на это ответить и так далее. То есть, по условиям российского законодательства, на которое ссылается РКН, нет возможности блокировать целый ресурс в виде Ютуба, в виде всего аккаунта Твиттера. Что якобы там, а мало ли вы в Твиттере через 10 лет что-то напишите. Нет. У вас есть претензия к конкретному сообщению в Твиттере, к конкретному Твиту. Тогда давайте его обсуждать. Что там и как это было, да? То есть, что там с судебными решениями, что там был нарушен и прочее. У вас есть претензии к конкретному ролику и так далее, газете, листовке и прочее. Заблокировать как экстремистки можно по российскому законодательству только конкретный агитационный какой-то материал. Листовку, ролик, газету, сообщение в Твиттере. Нельзя блокировать по российскому законодательству весь аккаунт в Твиттере. То есть, это абсолютно незаконно. И я думаю, что площадки сами понимают, что сейчас они попросили, там, Роскомнадзор потребовали, да, то есть, под угрозами штрафа, под угрозами замедления Твиттера и так далее. И надавили, сказали, что заблокируйте аккаунт Соболь, а завтра это будет не аккаунт Соболь, да, и еще нескольких человек. Это будут там уже десятки аккаунтов, а потом это будут сотни аккаунтов, а потом тысячи аккаунтов. И в итоге Твиттер все равно лишится той аудитории, которую сейчас он имеет в России. И с Ютубом то же самое. Сейчас РКН, там, условно говоря, недоволен десятью аккаунтами, каким-то там, да, Ютуб-площадкой Владимира Милова канал, канал Леонида Волкова, канал Руслана Шевединова, канал Навальный Лайв, мой канал и так далее. То есть, ну, там, несколько каналов. А потом это будут десятки каналов, а потом это будут сотни каналов. Вычистить, они хотят вычистить всю политику из интернета. И вы представляете, сколько аккаунтов в Ютубе и в Твиттере, которые пишут что-то по общественно-политическим тематикам. А политика толкуется широко. Вы выступаете против строительства, не знаю, застройки вашего сквера, каким-то многоэтажными домами бизнес-класса. Вы занимаетесь политикой. Вот за что же сейчас у нас в СИЗО сидела, сейчас по домашним арестам, муниципальный депутат Китиван Хараидзе? За то, что она отстаивала интересы жителей перед застройщиками, как муниципальный депутат Москвы. Но какие сейчас вообще возможности остались заниматься политикой? Поэтому вообще ничего не остается на Ютубе. Какие возможности? Какие-то остались. Вот с вами разговариваю, например, на телеканале «Дождь» выступаю, не знаю, в социальных сетях активность веду, общаюсь с людьми на улицах, не знаю. Вот какие-то такие возможности остались. Я хотела с вами продолжить наши не такие веселые темы все-таки. Действительно, вот сегодня будет премьер у Николая Ляскина по санитарному делу. Странный, наверное, вопрос, но почему вам не запрашивали реальный срок по этой статье? Почему суд не принимал такое решение, хотя он есть в этой уголовной статье, да, и мы видим, какое давление оказывается на соратных финансований? Почему не дали реальный срок? Я могу только догадываться, но по моему мнению, во-первых, конечно, потому что дело абсолютно пустое, и они пытались найти всеми средствами и силами, всеми госорганами, Роспотребнадзором, Департаментом информационного сетологии Москвы и так далее, хоть одного заболевшего, который бы вышел действительно из-за наших призывов на акции протеста. И людей, которые заразились из-за акции протеста с коронавирусом, искали по всем протестным акциям, то есть и 23 января, 31 января, 2 февраля, но не нашли таких людей. То есть дело буквально высосано из пальца, там нет ни одного доказательства, поэтому сажать за такое дело, конечно, максимально некрасиво для них. И во-вторых, конечно, я думаю, что сейчас взят курс именно по мне, да, я не могу сказать за других людей, но я думаю, что мне они хотят максимальным образом усложнить жизнь, они не хотят, наверное, сажать, ну вот если бы хотели, то, наверное, я бы уже была в тюрьме. И я думаю, что для них это, конечно, плохая картинка. Сейчас, условно говоря, Путину звонит какой-нибудь зарубежный лидер, да, и спрашивает про несоблюдение прав России, а Путин говорит, ну какое несоблюдение прав? У нас все нормально в стране, у нас демократия, право государства, смотрите, это записано в Конституции. А так им будет трудно, да, вот эту картинку, имидж живой, перед Западом в том числе показывать. Поэтому я думаю, что для них они вот сейчас, да, не посадили меня в тюрьму и просто решили максимальным образом затрудниму жизнь. Финансовые ограничения, аресты, постоянно административные какие-то дела, постоянные уголовные дела, то есть два уголовных дела за последние полгода. Иске там и так далее, и так далее, да, постоянно, да, постоянно какие-то вот эти вот, будем таскать ее в суды, будем таскать ее в полицию, будем постоянно там делать так, чтобы ей невозможно было там не то, что свободно жить, да, то, что там дышать, но не заниматься политикой ничем. Ну, то есть вот, чтобы она там просто была связана по рукам и по ногам, и таким образом они как раз сейчас на это взялись. Да, ну, надо сказать, что... Поэтому таким образом, да, вот, например, посадили человек под домашний арест, Кира Ярмош, сидит полгода. И кажется, что это не такие уж явные сильные какие-то репрессии, но, с другой стороны, это достаточно серьезное ограничение свободы. Это, на самом деле, очень серьезная мера ограничения, и человеку с этой мерой ограничения трудно и жить, и работать, и, тем более уж, я не говорю, заниматься политикой, или как в случае Кира Ярмош быть председателем Алексея Навального. Поэтому сейчас вот они пытаются вот такими вот, не знаю, ну, неизвестными, да, вот такими вот странными, там, вот этими вот ограничениями обложить со всех сторон, и вот такой, наверное, таким образом противодействовать нам. Они, конечно, боятся срыва резьбы общества, они боятся акций протеста и считают, что сейчас вот посади того-то под домашний арест, здесь какой-то СМИ. Они же тоже СМИ, например, не сразу же запрещают, да, вот здесь вот час по чайной ложечке, а лягушку варят медленно, да, вот здесь вот. Вот здесь мы, вот здесь, там, не знаю, этот винтик выкрутим, здесь вот эту гаечку подкрутим. Вот, наверное, такой у них расчет. Но я считаю, что, конечно, до поры до времени это, наверное, может сработать, но в конечном итоге, я думаю, что резьбу общества российского все-таки сорвет. Да, но было еще такое предвыборное время, когда у вас не было уголовных дел в 2016 году, на вас не заводили уголовных дел, но вы тогда еще объявляли о том, что собираетесь билотироваться в Госдуму, но это были еще Праймерис, это моя партия Парнас, выкладывали ролик небольшой. Я бы хотела попросить коллег показать маленький отрывочек оттуда, а потом обсудим. Кроме того, для поддержки прямой демократии я буду вносить все нужные людям законопроекты, которые наберут 100 тысяч голосов на сайте российской общественной инициативы. Поддержите меня на Праймерис, регистрируйтесь избирателями и голосуйте за мою кандидатуру. Вот я посмотрела этот ролик, и у меня ощущение, что вы там похожи на себя, вы тоже говорите о демократических свободах, о выборах и прочем-прочем, но у вас там какая-то другая интонация, кажется, что нет, может быть, такой злости, что ли, когда вы обо всем этом говорите. Вы анализировали, как вы поменялись за эти последние пять лет, когда совсем другая видность? Нет, если честно, я над такими вещами не думаю и не рефлексирую, но очевидным образом каждый человек меняется. Я, наверное, в какой-то степени тоже изменилась, и жизнь в России изменилась, и реальность, в которой мы все существуем, тоже изменилась. Поэтому я бы не сказала, что у меня есть какая-то злость или ненависть. Я не чувствую этих эмоций у себя в душе, но у меня их нет, но какое-то раздражение от той несправедливости и от того, что сейчас происходит в нашей прекрасной стране, и раздражение от того, что мы теряем. Даже не столько я теряю, молодость, лучшие свои годы жизни, на то, чтобы отбиваться от этих претензий, ходить в полицию, суды и так далее. А сколько теряет вообще всего наша страна? Вот эти бездарно, как бы сказать корректно, что бездарно прожитые нашей страной последние годы, когда вместо экономического роста, вместо роста благополучия людей, развития промышленности, IT-сектора и так далее, медицины, образования, мы получаем просто какие-то запретительные законы, ограничения какие-то там очередные, там, не знаю, в интернете, в оффлайне. Там я помню просто времена, там, не знаю, какой-то там 2012-й, нет, раньше, раньше, когда президент был Медведев, я помню, как нам всем обещали, что вот сейчас будет у нас безвиз Европой, у всех россиян. А сейчас мы даже представить себе этого не можем. И я понимаю, что вся эта траектория, она идет не то, что на стагнацию, какой-то застой, она идет просто вниз, вот это вот очередное пробитие дна, да, вот это вот уже... Да, но вот поменялось не только, да, это... И, конечно, от этого раздражение я испытываю, я с этим не согласна, мне это не нравится. Что я могу еще сказать? Поменялось не только это, поменялись отношения и с другими политическими силами вашими, потому что еще год назад вы, когда объявили о том, что пойдете в Вугусдуму, вы говорили, что ведете, инициировали приговор из партии Яблоко, да, о том, что, возможно, бы они вас выгнали. Потом произошло отравление Навального, потом его посадили в тюрьму, Явлинский сказал, что Навальный не политик ученый, и, в принципе, открестился от сторонников Навального, потом в нашем эфире просил не голосовать сторонников Навального за Яблоко. Вот сейчас остались какие-то политические силы, с которыми вы можете сотрудничать, все равно так или иначе? Смотря что мы подразумеваем под сотрудничеством. С одной стороны, есть стратегия умного голосования, которая подразумевает, что действительно, ну, это, по сути, есть объединение оппозиции, о котором все говорят, что мы поддерживаем разных кандидатов от разных, там, условно говоря, и политических партий, и беспартийных, и так далее. Тех кандидатов, которые сейчас зарегистрируют, и там, самого сильного соперника Единой России, самого достойного, того, кто будет лучше всего вести кампанию, которая будет иметь реальный шанс на победу Единоросса. Поэтому с этой стороны, то в какой-то степени, да, такое, наверное, в таком качестве взаимодействия оно возможно. Скажем так, могла ли я войти в какую-либо партию, членам этой партии, не знаю, там, КПРФ или ДПР или еще? Конечно, нет. Ну, да, то есть в какой-то такой степени нет. Что касается партии Яблоко, то, скажем так, ну, конечно, да, то есть у нас у небольшого количества партий есть лицензии для того, чтобы выдвигать кандидатов в Госдуму, для того, чтобы они получили хотя бы регистрацию, возможность попасть в бюллетень. И понятно, что у партии Яблоко такая лицензия была. Вот в 2016 году такая лицензия была у Парнаса. Но эти партии просто как от огня всегда от меня бегали. Соответственно, я вам говорю, что там, это, там, у вас есть какие-то, не знаю, там, возможности выдвинуть меня и дать мне возможность попасть в бюллетень. И они начинают рассказывать, там, долгие тирады, переговоры, какие-то там, не знаю, там, очень много прекрасных, красивых слов. А в итоге, ну, не знаю, протест сливается, скажем так. Как я могу это еще сказать? Поэтому, с одной стороны, да, я понимаю, что у них есть возможность, у меня есть популярность, у меня есть поддержка людей, а у них есть лицензия для выдвижения. И вроде как им партии выгодно иметь сильного кандидата у себя, а мне выгодно, там, не проходить эти круги бюрократического ада с Эллой Памфиловой. А с другой стороны, сейчас, на самом деле, мне кажется, что эта дискуссия уже не очень актуальна. Потому что сейчас же мы видим, что снимает всех, независимо, что ты член партии Яблок, как Борис Вишневский, Илья Яшин, который снимает, там, якобы, там, за связь, там, с ФБК, там, или за что, там, мы к нему продрались, хотя он никогда в жизни в ФБК не работал, там, в организационную структуру никогда не входил, зарплату никогда из ФБК не получал. Почему-то его, там, сняли по выборам с этим же основанием. Сейчас, мне кажется, все границы абсолютно стерты, и, мне кажется, дискуссия уже вообще не актуальна. А вы свое политическое будущее как видите? Не знаю, мы живем непредсказуемо в стране, поэтому все возможно. Вот. Возможно, я сейчас одно будущее вижу, а завтра я поехала куда-нибудь. Не при ребенке будет сказано, куда. Ну, если мы возьмем позитивный сценарий, вот вы кем бы хотели? Позитивный сценарий? Я бы хотела быть человеком, который помогает нашей стране восстанавливаться после прекрасных годов процветания и правления Владимира Путина. Я бы хотела быть действительно полезной нашей стране. У меня есть много разных и знаний, и так далее. Я не знаю. Ну, то есть я таким категориям не мысляю. Я не мысляю, потому что вот, я хочу себе депутатское кресло, я хочу себе значок там на пиджак или там, не знаю, вот должность такой-то. Я не знаю. Ну, то есть вот по каким-то конкретным должностям я таким категориям, если честно, не размышляю. И мне бы всегда, я часто отвечала на этот вопрос, мне бы, конечно, хотелось бы в идеальный, да, на период пост Путина заниматься строительством судебной системы. Мне нравится судебная реформа. Я часто бываю в судах в разных качествах. Раньше я сама судилась, да, ну вот, и представляла интересы россиян. Сейчас судят меня, и я сразу сторонно все это посмотрела, как это работает. И работает это просто отвратительно. Мало того, что про политическую ангажированность, подконтрольность, там я уже это молчу, оставляю за скобками, просто очень мало профессионалов. Все это сделано, ну, то есть, никакой судебной системы, качественной, профессиональной в России, конечно, сейчас нет. Поэтому это все нужно восстанавливать, и есть понимание того, кто это может делать, как это можно сделать. И это можно сделать достаточно быстро и эффективно. И в судебную систему, да, и в судебную систему, на самом деле, очень много других реформ и других положительных изменений в нашей стране упирается. Не знаю, там, бизнес, да, там, просто защита прав граждан, какие-то политические права, избирательные права, там, и так далее. То есть, очень много всего, что упирается именно в суды, где суды могли бы исправить даже какие-то ошибки исполнительной или законодательной власти. Приняли дурацкий закон, да, суды через право применения, каким-то образом могли бы все это скорректировать. Поэтому судебная система, это, конечно, камень преткновения вообще нормального существования государства. И мне бы хотелось, конечно, быть полезной где-то вот на этом поприще. Но, опять же, какими-то должностями, еще что-то я такого все, конечно, не меряю и никогда не мерила. Что касается первых шагов, ну, все очевидно, да, то есть сейчас восстанавливать уровень профессионализма судей, потому что сейчас очень, в общем, не те требования к судям, которые есть. Требования лояльности, требования, там, каких-то взяток, там, и прочего. Нужно, конечно, чтобы была и хорошая квалификация, и хороший опыт, и профессиональные знания. Кроме того, конечно, нужно снижать роль председателя судов, которые сейчас фактически являются такими местными начальниками, местными, не знаю, там, диктаторами в каждом суде, которые давят на судей, которые заставляют их принимать неверные решения, которые устраивают взяточную систему, вот эту вот, внутри конкретного какого-то суда. И роль председателя должна сводиться и к административным функциям. Они не должны решать, какой судья получит какую премию, потому что тогда судья становится изнезависимым и подконтрольным. Вот и прочие, да, какие-то моменты. То есть, в принципе, это все понятно, и всем это ясно, просто нужна политическая воля на принятие этих решений и проведении их жизни. Нужен действительно человек, который просто это возьмет и сделает, не боясь того, что какие-то будут политические последствия. Почему Путин этим не занимается? Очевидно, понятно, что независимые суды посадят его же друзей, чиновников, и, возможно, его самого. Вот поэтому судебная система над находитесь в таком плачевном состоянии. Потому что профессиональные независимые судьи невыгодны самому Кремлю. Но людям, нам, да, гражданам, бизнесу, они, конечно, необходимы просто как воздух. Мира, а ты бы кем хотела быть, когда вырастешь? Не думала еще пока что? Президентом. Президентом? А потому что телеканал «Дождь», и здесь нужно говорить про политику. И поэтому ребенок, видимо, решил сказать то, что от него хотят. Но раньше она хотела быть и скалолазом, и архитектором, по-моему, и кем только не хотела. Как президентом? На самом деле она честна. Когда я ее иногда так спрашиваю, тоже, вот там просто в порядке разговора, говорит, Мира, а кем ты хочешь там стать? Она говорит, мам, я пока еще маленькая, мне пока еще рано об этом думать, я еще не решила, поэтому дай мне погулять свободно, покататься на скейте, а кем я там буду дальше и как я буду деньги зарабатывать, я уже потом как-нибудь определюсь. Ну хорошо, на этой позитивной ноте я предлагаю нам заканчивать. Спасибо вам большое за то, что провели с нами утро, Мира, тебе спасибо. Я передаю вам слово Вову Риту. Ну и замечательное окончание, мне кажется, этого интервью. Мы, конечно, тоже говорим спасибо и Валерии Ратниковой, и Любови Соболь. И, конечно, Мире. И, да, которая теперь хочет стать президентом, мне кажется, весьма хорошим может из нее получиться президент. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru Слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире. Спасибо. 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 Спасибо.